Дмитрий, наш проект называется «Влага во благо». Вы, конечно, ездите по полям нашего южного аграрного треугольника. Что можете сказать о посевах озимой пшеницы и о посевах пропашных культур, которые в этом году сталкиваются не только с обилием влаги, но и с низкими температурами? Какова ситуация у нас? Здравствуйте. Ну, ситуация... Начнем с зерновых, да, наверное, с нашего хлеба. В этом году вначале, конечно, были сомнения по поводу влаги. Многие боялись, что ее не хватит. Благодаря дождям в конце февраля и на начало весны сейчас ситуация выровнялась, и воды хватает. И до сих пор идут дожди, и вот уже мы начинаем отмечать нарастание болезней. В этом году, как никогда, очень много мучнистой росы. В принципе, я последние 3-4 года такого количества ее не видел. С одной стороны, ну ладно, там когда 5, да, там 7% развития ее, даже зачастую мы говорим о том, что это такой фактор того, что хорошо покормили пшеницу, она жирует у нас, да. Но когда уже ситуация такая, что 10, а то и 20% развития, когда и стеблевая форма, и листовая, и лучнистая росы, то я не думаю, что это хорошо. Все равно она свое будет питаться за счет растения, свое возьмет. Ну и не забываем, кроме того, это открытые ворота для инфекции других. В том числе, после этого хорошо развивается секториоз и ржавчина. Секториоз тоже в нижней части листового аппарата, в самом низу он есть, уже начинает выходить наверх на некоторых полях, то есть там классические, с пикнидами. И сейчас мы видим, что нарастают температуры. Влага есть, нарастание температур, нет-нет, дожди проходят. Мы ожидаем именно взрыва секториоза о том, особенно там, где поля хорошо накормлены, где вносились удобрения, где хороший листовой аппарат. Поэтому много было вопросов, достаточно ли будет по этому году одной обработки, потому что экономическая ситуация, понятно, такая достаточно тяжелая и непонятна стоимость пшеницы, какая будет. Сейчас вроде по прогнозам пока 11 рублей, вроде как. Ну, я уверен в том, что без минимум двух обработок в этом сезоне, наверное, мы не обойдемся. Даже экономически, если посчитать, затраты, которые будут понесены на дополнительную фунгицидную обработку, они будут оправданы с лихвой, потому что та же септория от 10% и выше до 30-40% может просто забрать у нас. То есть где-то на практике на случай есть от 10 центнеров до 20, за счет того, что сгорает преждевременная листовая поверхность, мы можем потерять. А это, соответственно, если пересчитать даже на 10 рублей, фунгицидные обработки будут оправданы. Оправдала ли себя протравка семян фунгицидами? Сколько протравка держит инфекцию? Помогла ли она? Или нужно было с осени обрабатывать фунгицидами? Как можно было идеально поступить? Если мы говорим о болезнях корневой системы, то, естественно, надо очень большое внимание уделять качеству протравливания, ну и качественно подобранным действующим веществам, в том числе формуляции и препаратам. Там, где применяли хорошие и добротные протравители, в принципе, таких проблем больших мы не видели. Единично, конечно, в самых экстремальных условиях, если брать, допустим, Краснодарский край, это Придгорье, Северские, Абинские районы, там могло что-то проскочить. Но там, правда, и тяжелый глинистый состав, там фузариозово очень много почвы. До нормальной препараты, до, в принципе, способности сдержать полностью развитие корневых гнили. Если говорить о листовом аппарате, то, ну, наверное, все-таки они болезни, ту же Септорию, ну, не будут сдерживать, как бы нам не хотелось. Единственное, есть исключение на рынке, который имеется, кстати, в компании ВАС, это препарат Систива. Данный препарат добавляется в баковую смесь к протравителю. Он позволяет дополнительно контролировать развитие корневых гнилей. Кроме того, этот препарат держит развитие, сдерживает развитие листостебельных заболеваний до фазы флагового листа. То есть, там, где применяют у нас Систиву, в принципе, можно отменять спокойно первые обработки фунгицидные. И уже далее обработка у нас более поздняя идет, то есть флаговый, подфлаговый лист. Что касается, опять же, препаратов, которые у нас есть для зерновых культур, фунгицидов именно, которые сейчас будут актуальны. Их на данный момент 4 препарата зарегистрировано. Это Рекс Плюс, Абакус Ультра, наш флагман. Я думаю, достаточно известный фунгицид на рынке, который уже временем проверен. Там, где им работают, всегда знают, что он никогда не подведет. Также наша новинка Cerex Плюс, у которого очень много плюсов. Это и новая формуляция. Это и широкая регистрация. У него регистрация не только на зерновых, но и на сахарной свекле. И еще очень интересная регистрация есть. Особенно сейчас это важно из-за того, что у нас, сейчас мы отчитываемся по системе Сатурн. У него есть регистрация на бобовой культуре. Это горох, соя и такие культуры, как нут и люки. Пожалуйста, там, где выращиваются данные культуры, можно применять фунгицид Cerex Плюс. Кроме того, есть еще препарат Осирис, который применяемый по фузариозу полоса. А что касается дела основной тройки, Cerex Плюс, Абакуса Ультра и Cerex Плюс, то их, также у них всех есть регистрация на сахарной свеклевую. В будущем это будет тоже актуально, потому что сахарная свекла маржинальная культура, на ней зарабатывают. И, конечно, если не дай бог там проходит циркоспороз, но это большая проблема. Это не только потеря урожайности, количество, но и качество. Агрономы отмечали, что в этом году такое, казалось бы, простое заболевание, как мучнистая роса, было сложно преодолеть. Отчасти потому, что работать приходилось по пожарам. Каково ваше мнение? Нужно ли работать профилактически, или не стоит тратить деньги, заранее предполагая какие-то болезни, а уже сработать по пожару высокоэффективным препаратом? Что лучше? По пожарам. Значит, все-таки, если... Конечно, лучше всегда работать профилактически, на мой взгляд. Там, где оточена система защиты, где у нас обязательно ложится в первую обработку препараты, вторая по флаглисту, и где-то мы потом еще по фузариозу полоса работаем, в третью обработку. Там, как правило, никогда проблем с болезнями не бывает. И... Чего же там? Даже в те годы, когда большое развитие фузариоза, как правило, на тех полях, где есть присутствует и первая, и вторая обработка, ну, и развитие его достаточно сдержанное. То есть, такие вот эти первые две обработки, они где-то влияют на данного патогена. Опосредственно, то ли это иммунитет растения, то ли все-таки он-то передвигается по листовой поверхности, да, с порами во время дождя. Поэтому лучше всего, конечно, работать профилактически. Это не секрет. Но если у нас уже возник пожар по каким-либо причинам, не только по той причине, что мы сэкономили, да, где-то там видим, вроде болезней не было, и все, и не применяем, а потом дождички прошли, забылись, где-то возвращаемся, а уже все, у нас уже флаговый лес поражен. Ну, бывает, там, поломка опрыскивателя. Вовремя препарат не привезли, тысяча причин. У нас есть такой препарат, как РЭКС+, который проявил себя именно по работе с данными пожарами. Это не только мучнистая роса, он ее хорошо сдерживает, но это обычная мучнистая роса, это болезнь первой половины вегетации, да, у зимы, вообще, ранневесенняя болезнь. Тут он хорошо работает, потому что его мы применяем уже при плюс 5 градусов цельсия, его можно применять. Он очень хорошо работает за счет того, что в его состав входит такое ДВ, как фенпропиморф, который относится к классу морфолинов. Но мало кто знает, что РЭКС+, как раз таки, более в поздних фазах, он проявляет очень сильный такой останавливающий эффект на болезни, такой стоп-эффект. И есть у нас, я его проверял и в агроцентре, когда вот уже септорез выходит на флаговый лист, замечательно себя проявляет. Да, там болезни не затягиваются, но они останавливаются в своем развитии. И это уже проверено в некоторых предприятиях Краснодарского края с положительными рекомендациями. Например, та же компания Агросистема, которая оказывает консультативные услуги, ведет предприятия, где агрономов нет. Ну, сейчас это модно, как говорится, на аутсорсинг предприятия. Была проблема в 2021, по-моему, это год был, когда вроде посоветовали первую обработку стробиолурины положить, вторую просто триозольной группой по флаглисту защититься. Ах, дождей было много, и тактически неправильно, надо было, наверное, наоборот сработать, поменять местами эти препараты. Вот уже колос вышел, а септория уже на флаглисте была. Вроде налив, хорошо удобрений дали. И звонили, Дим, ну что делать? Говорит, ну мы видим, нам надо на массу тысячи семян сыграть, а уже все, уже пожарче, чем можно. Вот я вот по наблюдениям за Рексом Плюсом предложил данную обработку. Ну, и вообще разные варианты предложил. Но все-таки послушали Рекс Плюс, применили, 0,9, где 0,9, где литр. И потом давали нам положительные отзывы. И действительно, агрономы, там, хозяева предприятия увидели. Вот этот останавливающий эффект. И, в принципе, многим этим Рекс Плюс тоже нравится. Еще одной проблемой в этом году стал риск полегания пшеницы. На некоторых полях в Краснодарском крае уже она полегла, там, где ожидали высокий урожай. Расскажите, пожалуйста, как работать с ретардантами, чтобы от них был мощный эффект? Когда ими работать уже поздно? Ну, в портфеле компании БАС есть два рост-регулятора, которые зарегистрированы по зерновым. Это старый добрый СПЦ. И сейчас такая новинка, как, ну, как новинка этого препарата, много лет, но он достаточно такой, на мой взгляд, более мощный и более интересный в плане применения. Это препарат Меседор. Применяем мы его на зимой пшенице, есть регистрация, и на ячмене. Норма расхода 0,5 до 1 литра на гектар. По данным опытам наших демо-центров и агро-центров, ну, в принципе, норма 0,6-0,7 более чем достаточная для применения. По крайней мере, в условиях Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края. В препарат входят два действующих вещества, рост регулирующих, мебекват-хлорид и прогексадион кальция. К нему обязательно применение сульфата аммония, для того, чтобы лучше работал прогексадион кальция, потому что там определенно он активирует данное действующее вещество. Препарат очень пластичен в плане температур применения. То есть он от плюс пяти, его можно применять в среднесуточных температур, до плюс пятнадцати. Далее, что надо сказать. Все-таки, когда его в двух случаях применяют, либо для того, чтобы увеличить кустистость растения, это мы его применяем в фазу кущения, то есть рано весной, либо если нам надо уменьшить, максимально уменьшить высоту растения и упрочнить стебель, тогда самое идеальное применение данного препарата это тридцать первая фаза по BBCH, то есть это трубкование. Вот только первый узел оторвался на один сантиметр от земли, это идеальный момент применения данного препарата. Иногда я его применял, там вот узел на уровне земли появлялся, допустим, когда знаю, что дальше дожди пойдут, то не успею я вот в идеальный первый узел применить. Тогда чуть раньше применял. Как практика показывает, на высокоинтенсивных полях, вот именно в тридцать первую фазу, более там, где больше мы удобрения бросаем, где предшественник у нас хороший, там соя, может где-то рапс, там в виде предшественника. Там в тридцать первую фазу больше выхлопа данного препарата. По данным трехлетним с агроцентра, где-то плюс 1-2 центнера к применению, ну, больше, нежели там мы применяли по ухудшению. Чем выше агрофон, тем лучше эффект. Кроме того, кстати, надо сказать, что эти два действующие вещества, которые входят в состав препарата Месидора, они входят еще в состав такого интересного препарата, который зарегистрирован на подсолнечнике названием Архитект. Это первый рост регулирующий препарат с фунгицидным эффектом, зарегистрированный в России на подсолнечнике. Туда еще в состав, кроме этих двух рост регулирующих действующих веществ, входит действующее вещество перокластробин, который будет на ранних этапах развития подсолнечника защищать его от болезней, что и будет оказывать рост регулирующий эффект на подсолнечнике. Зачем? Зачастую в последнее время мы сталкивались на тех полях, где загучен подсолнечник, допустим, кто-то любит и 75 тысяч высевать, а кто-то, я знаю, и 80. Большая густота, стебель тонкий, первые ветра хорошие, и у нас проблема с полиганием. Или, в принципе же, слабое развитие корневой системы, и мы тоже имеем проблему с тем полиганием. Кстати, вот насчет слабой корневой системы. Это сейчас очень беспокоит всех, кто посеил пропашные культуры, потому что, как правило, если влаги достаточно, то растение ленится, за влагой в глубь не уходит. Как работает архитект в этом случае? Архитект в этом случае при правильном применении будет оказывать положительное влияние на корневую систему за счет мипикват-хлорида, который влияет на синтез гиберлинов, на ингибирование, накапливает ауксины, накапливаются ацетокинины, которые как раз таки влияют на рост корневой системы. За счет более мощной корневой системы мы также имеем влияние на при правильном применении, плюс еще укорачиваются первые три междоузлия. Фаза внесения архитекта это 6-8 листьев растений. Если точнее говорить, это фаза, когда междоузлия между первой парой и второй парой листьев растений начинает выдвигаться, на сантиметр выдвигнулась первая междоузлия, и мы его уже можем применять. Желательно попасть в эти фазы, но при этом надо помнить, что растения, как правило для применения всех Росрегуляторов, не только на подсолнечке и на пшенице, растение не должно находиться в стрессе. То есть 3 дня до, 3 дня после стресса не должно быть. Если это засушливые условия, лучше чуть-чуть отложить обработку архитектам, когда первые дожди выпадут, тогда эффект от него гораздо будет мощнее, и в том числе это выразится в получении дополнительной урожайности. Опыты мы закладывали в основном на кондитерском подсолнечке, и там его, в принципе, изначально позиционировали. Прибавка урожайности была от 2 до 8 центнеров, но самое главное, что за счет обработки архитекта мы в какие-то года увидели, что и кислотность снижается. Видимо... За счет чего? Видимо, влияет все-таки более... Эффект идет на то, что, наверное, растения более здоровые изначально, более сильные, и более сильное растение лучше противостоит, естественно, болезням. За счет применения архитекта мы уже видели, за счет того, что стебель укорачивается, но при этом растет толщина стебля. Даже больше мы видим иногда в некоторых опытах не то, что толщина, а вот когда стебель разрезаешь, пучки проводящие, они более зеленые, более широкие. Соответственно, идет лучшее питание корзинки. Лучшее питание корзинки это лучший налив, это выражается потом далее все-таки на выход более крупные семечки на решетах. По данным опыта, от 7 до 10% больше выхода более крупные семечки мы получаем, применяя препарат-архитект. Правильно. Дмитрий, ну вот еще такой вопрос назрел по ходу дела. В этом году условия для севопропашных были все-таки не самыми лучшими. Люди, которые работают по наутилу, откровенно признаются, что им очень тяжело, потому что почва не просохла, было холодно. как дальше будут развиваться пропашные, в особенности подсолнечник, и вообще есть ли смысл применять фунгициды, а вдруг мы и рост регуляторы, вдруг мы наоборот еще больше стресса принесем этому растению, который так в общем-то на старте наверное не очень сильно. Ну, как я говорил, конечно, рост регуляторы надо применять тогда, когда растение не находится в стрессе. Если у нас все-таки часто, как мы с вами говорили, влагонакопление очень большое, в принципе, там, где вовремя отсели, на этих полях стоит рассмотреть рост регулятора, неоднозначно будут работать и будет какой-то дополнительный вот там, где мы задерживаемся с севом, тут опять надо будет смотреть по погодным условиям, может в дальнейшем эти дожди не прекратятся. Тогда рост регуляции наверное сыграет все-таки свое. Будет и усиленный рост культуры, все равно температуру сейчас этим и не хотим вверх пойдут и где-то вот эта стимуляция на свое окажет. Вот тут больше наверное все-таки надо уделить внимание гербицидной защите культуры, мягкой гербицидной защите и сейчас мы уже видим, что сорняка достаточно много, особенно именно подсолнечники, именно сои с горохом, кстати, в этом году очень много положительных отзывов нас от применения нашего гербицида форум, который зарегистрирован на горохе. Достаточно мягко он сработал на горох, хорошо взял сорняки, эти переросшие, которые были, может там где-то притормозил он их, но сейчас горох очень хорошо, это культура, которая конкурентно способна, ему лишь бы приостановить сорнячок, дальше он способен сам закрыть своей биомассой все поле. Там, где применяли форум, сейчас очень хорошие ожидания по урожаю, вообще сорняком хорошо поборолись, ну и также форум отлично себя, изначально он-то был зарегистрирован на сои и в дозе в рекомендациях в больших, 1,8-2 литра на гектар, плюс идет прилипатель даш к нему. Здесь мы будем бороться при помощи форума как со злаковым сорняком, так и с двудольным сорняком. Я думаю, гербицид способен где-то в экстремальных ситуациях как-то выправить картину. Хорошо по осоту, кстати, действует, в том числе по переросшему, сжигает его неплохо, но признаться надо, что если корневищный осот, это и одной обработкой не пойдется, но он по крайней мере данный гербицид позволит бобовым культурам сои позволит выйти на верхнем ярусе быть. Это уже как говорится пройденный этап. Также если по гербицидам и на кукурузе на сорняков будет много в этом году и в связи с погодными условиями у нас есть решение такой препарат как пельвин туз зарегистрированный на кукурузе. Три действующих вещества в него уходят дефуфинзопир, декамба и никосульфурон, прилипатель даши. Чем интересен данный гербицид, им можно работать по 8 листьям кукурузы. Есть официальная регистрация, то есть опять же не забываем про Сатурн. И этот препарат способен в максимальных нормах применения, где-то уже запущенные поля, под удольным особенно хорошо отработать. Даже по пережившей амброзии и марии он хорошо себя проявляет. Эффективность такая, что после применения мы видим зритель эффект от тельвина плюс это за счет декамбы и такого нового адв как дефуфинзапир. И старый добрый стилар наш остается с топромезоном. Особенно тоже он будет актуален своим почвенным действием долгим за счет топромезона. Также декамба входит. При этом препарат достаточно мягкий в свое время была в Европе регистрация на на линиях кукурузы на материнских линиях. Это говорит о его мягкости. некоторые компании, которые производят гибриды кукурузы у нас здесь в России именно применяли на своих линиях наш стилар. Это говорит о чем-то. В принципе поздний поздний сев конечно свои коррективы будут в этом году носить. Но мы будем надеяться что все-таки дожди по прогнозам вроде такой засухи и не стоит. Будем надеяться что дожди у нас будет и летом. Пускай не такие частые столько много их наверное не нужно. но хотелось бы чтобы бог нам и с этим в этом году помог. Виды на урожай очень хорошие что по зерновым что и по попаркным культурам. подожди. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok